Всем привет, Татьяна. Хочу оставить отзыв о школе колчинга Павла Колесова. Самый важный результат, который я получила, это работа над моими отношениями. Я встретила мужчину, я работала над отношениями. Почему для меня это важно? Потому что мне 40 лет, всю жизнь я их измигала. Каждый раз, когда я видела, что отношения могут быть близкими, я находила причину, без причины я уходила. В этот раз я решила, что пойду до конца, потому что мужчина, который мой сейчас, которого я встретила, я понимаю, что это вот тот самый мужчина. Было сложно, поднимались травмы, поднимались боли, причем без причины со стороны мужчины, сами просто так, кто работает, тот знает, кто работает с собой. Я проходила через эти травмы, было больно, сложно, шла. Пока не знаю, пока давно не возникало. Надеюсь, что я все отработала из тех самых глубинных. Вот. Еще что в отношениях. Мне было сложно просить помощь, подарки какие-то, да, дорогие, особенно деньги. Очень было сложно. Мне было проще сделать самой. Я же решила в детстве, что я мальчик, я все сама. Вот. А тут, ну, я женщиной стала, решила, что я буду женщиной, просить у любимого деньги, подарки. И мне было настолько сложно, что первый раз я просто реально заикалась, когда просила деньги. Сейчас я делаю это легко. И сейчас мой мужчина мне даже сам дает часто деньги, подарки. Даже не нужно просить, бывает. Вот. Это говорит о чем для меня. Но когда сложно просить, тогда нет ценности, да, себя. Нет достоинства, что я достойная женщина. Но это в моем случае было. Над ценностью себя, над достоинством себя, над любовью к себе. Конечно, я работала на протяжении всей школы. Это, наверное, основные моменты, которые в школе прорабатываются всегда. Над каким бы вопросом ни работали, любовь, ценность себя, они обязательно, наверное, да, связаны. И еще один момент важный на тренинге была на прошлой неделе. Один из таких тоже больших, один из больших запросов – это публичное выступление. В прошлый раз мне было прям очень страшно поднять руку, сказать свои выводы, поделиться. В этот раз прям вот все внутри вот так колотило. А в этот раз я сделала это пять-шесть раз, уж не помню. И мне было легко, мне было кайфово, мне был такой внутренний драйв и радость. Я делала это с наслаждением. И это тоже один из моментов, над которыми я работала. Я вижу, что это закрепилось, это отработано. Страх публичных выступлений – это один из больших страхов, да, говорят. Страх смерти, страх публичных выступлений, самый большой у людей. Поэтому я могу сказать, что тут тоже отработано. И, конечно, много-много всего произошло. И это глубокая работа с собой, это отношение к себе, это меняется мировоззрение, да, отношение с людьми, к людям, к миру, доверие тоже к людям, к миру. Ну, а потом уже приходят вот эти результаты остальные. В общем, всё здорово. Я благодарю. Я стала ещё более счастливой. Я стала ещё больше наслаждаться жизнью на самом деле. Я стала уверенней в себе. Я даже недавно думала, что куда бы я сейчас ни попала, даже если вот я разойдусь с моим мужчиной сегодняшнему, еду там на Камчатку, да, я всё равно, у меня нет страха, что я не смогу притянуть деньги, какие-то там блага, еду, что-то ещё, да, что вот нету. Вот я уверена, что я везде буду в счастье, в благополучии, при деньгах, которые мне необходимы, да, вот всё, что надо. Вот я просто всё притяну, потому что я такая. Вот эта уверенность внутренняя появилась. И вот этот страх, что ой, что-то надо делать, суетиться тут одно, второе, оно ушло, оно просто растворилось. И это на самом деле здорово, потому что я как женщина чувствую себя свободной, расслабленной, спокойной, умиротворённой, счастливой, наполненной, суперской.